Сныть обыкновенная? С точки зрения огородника настолько злостный сорняк, что вытесняет даже другие сорные травы. Однако мало кто знает, что это дикорастущий овощ. Наши предки регулярно употребляли сныть, что давало им железное здоровье. Аграрная революция заставила людей забыть о сныте. И совершенно напрасно. Сегодня мы расскажем о пользе этого замечательного растения. В древности люди высаживали сныть для защиты дома от злых духов. Из нее делали амулеты, которые оберегали от болезней. Считалось, что сныть излучает положительную энергию, которая нейтрализует любую порчу и сглаз. С чем это связано, сейчас трудно сказать. Возможно, в древности люди знали о каких-то особых свойствах сныти, которые современным людям неизвестны. В средние века монахи активно разводили сныть для употребления в пищу, а лекари использовали ее как первое средство при подагре, проблемах с почками и мочевым пузырем. Снытью кормили ослабленных больных и раненых, что повышало их шансы на выздоровление. Недавно ученые изучили это растение и выяснили секрет его свойств. Главный секрет сныти – в большом запасе разнообразных антиоксидантов с противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые в сочетании с высокой концентрацией витамина С делают это растение ценным средством профилактики большинства хронических заболеваний. Кстати, в прошлом люди редко болели болезнями сердца, сосудов, нейродегенеративными патологиями, не говоря уже об онкологии. Безусловно, употребление в пищу сныти могло быть одной из причин такой устойчивости к хроническим заболеваниям. Хроническое воспаление лежит в основе развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек, печени, суставов, легких, а также ожирения. Один из самых ценных антиоксидантов сныти – фалькоренол. Попадая в организм человека, он оказывает мощное противовоспалительное действие, разжижает кровь, а лабораторные исследования показали его способность подавлять опухолевые клетки. Антиоксиданты кверцетин и кимферол в составе сныти защищают клетки мозга при алкогольном отравлении. Кроме того, сныть способна повышать физическую выносливость и улучшать когнитивные функции мозга. Сегодня процветает торговля синтетическими антиоксидантами. Однако последние исследования показали, что они имеют скрытые побочные эффекты. Подробнее об этом вы узнаете из нашего видео. Сныть улучшает усвоение глюкозы и повышает чувствительность клеток к инсулину, что делает ее отличным средством профилактики диабета. Ученые установили, что такой эффект дает хлорогеновая кислота в ее составе. Также хлорогеновая кислота улучшает показатели липидограммы, нормализует уровень холестерина в крови, предотвращает атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания. Благодаря высокой концентрации антиоксидантов сныть предотвращает возрастные заболевания предстательной железы. Кроме того, она является легким природным афродизиаком для мужчин. Сныть такая живучая благодаря своим корням. Они легко ломаются, но даже маленький кусочек корня, оставленный в почве, дает начало новому растению. Эфирные масла придают сныти специфический аромат и вкус, но также они обладают антибактериальной и противогрибковой активностью, помогая нам бороться с инфекциями. В сныте были обнаружены оксикоричные кислоты – антиоксиданты, которые способствуют выведению мочевой кислоты из крови. Таким образом, современная наука подтвердила, что средневековые врачи, использовавшие сныть при подагре, были на правильном пути. По латыни сныть называется айгоподиум, что переводится как козья ножка. Название растения связано с формой лепестка, напоминающего отпечаток козьего копыта. Окислительный стресс в первую очередь старит кожу. Употребление богатой антиоксидантами сныти помогает организму восстанавливать коллаген и эластин, что обеспечивает омолаживающий эффект. Помимо антиоксидантов, листья сныти богаты витамином С, витаминами группы В, а также минералами, такими как магний, калий, кальций, железо, медь, марганец, титан, бор, которые поддерживают общее состояние здоровья, улучшают кроветворение, укрепляют кости и повышают иммунитет. Благодаря оптимальному сочетанию железа и витамина С, этот микроэлемент прекрасно усваивается из сныти. А еще в листьях растения много холина, которая играет важную роль в регулировании уровня инсулина и обмена жиров в печени. Если в рационе недостаточно холина, человек может страдать от поражения почек, быть склонным к деменции и болезни Альцгеймера. Опытные огородники и садоводы используют сныть как индикатор качества земли. Там, где она разрастается, почва самая плодородная. Что означает поговорка «Дожить бы до сныти»? Эта поговорка появилась в очень древние времена, когда с приходом весны у людей кончались припасы, а первой из земли пробивалась именно сныть, молодые листья которой спасали от голода. Для употребления в пищу листья сныти собирают с февраля по июнь-июль, до цветения. На вкус они напоминают смесь кинзы, петрушки, сельдерея и моркови. Их добавляют в салаты, супы, гарниры, соленья. Сныть можно использовать как обычную зелень, наподобие петрушки или шпината. В лечебных целях сныть заготавливают в период цветения, то есть июнь-июль. Чтобы получить максимальную концентрацию антиоксидантов, из нее готовят настой по следующему рецепту. Две столовых ложки измельченных листьев залить стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, настаивать 45 минут, процедить, отжать, довести кипяченой водой до первоначального объема. Настой следует выпить в течение дня в 3-4 приема. Разомните и мелко нарежьте свежие листья сныти, полученную кашицу наложите на сустав, зафиксируйте повязкой. Через 1-2 часа снимите компресс. Повторяйте процедуру в течение 10-12 дней. Для ванны готовят отвар корней сныти. 40 граммов измельченных сушеных корней залейте литром кипятка, кипятите на слабом огне 10 минут, настаивайте 30 минут, процедите, затем вылейте отвар в ванну. Температура воды должна быть плюс 36 градусов. Принимайте ванну перед сном в течение 10-15 минут. Люди всегда относились к сныти, как к особенному растению. И неудивительно, будучи невероятно жизнестойкой, она дарит здоровье и долголетие тому, кто ее употребляет. Возможно, пришло время вспомнить уроки наших предков и вернуть ее в наш рацион. Иногда самые великие секреты природы скрываются там, где мы меньше всего ожидаем их обнаружить. Если у вас появились вопросы о здоровье, вы можете задать их на нашем сайте. Перейдите с главной страницы в раздел «Задать вопрос автору», нажмите «Выбрать автора», перейдите к нужному вам и опишите проблему. Мы ответим максимально подробно и пришлем вам уведомления на почту. Наши ответы носят исключительно справочный характер. Не применяйте никаких рекомендаций без очной консультации с врачом. Делитесь своим опытом в комментариях и подписывайтесь на Здоровье-сберегающий канал. Мы ценим ваше мнение.